Представители знака Зодиака Козирог. Козироги, мои дорогие, здравствуйте! Торо-прогноз, торо-расклад. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад и прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы для себя получите, или то, что вас сейчас беспокоит, или стоит у вас на повязке дня, очень актуально. Сможете на пару шагов просчитать, может быть, глядя как раз на метафору карт. И если мы говорим планетарно для вас особенно, выдающийся период января, это как, знаете, свежее дыхание, как новое вдохновение может быть на самом деле так. Именно благодаря планетарным событиям. 2 числа Меркурий из ретро-движения переходит в прямое движение, как будто открывает простор и дорогу осуществлению нашей мечте. Или тех событий, дел, которые вы планировали, и они, возможно, встали на паузу в течение последних двух недель декабря. Вот здесь нет. Здесь больше четкости, конкретики, больше правдивой информации. 4 числа, мои дорогие козероги, ваш знак входит Марс. И Марс – это энергия, это импульс. Но в вашем знаке из этой энергии и импульса появляется оптимизм и конкретная возможность решить тот или иной вопрос. Больше прагматики и уверенности в собственных силах. Это превосходно. Дальше у нас идет очень интересная конфигурация. Новолуния 11 числа и днями раньше, может быть, пару-тройку дней или также позже, может возобновиться какая-то личная история. Тот человек, с которым вы были знакомы, он может вдруг заинтересоваться в районе Новолуния вами. Может быть, это были отношения, которые какое-то время развивались, а потом состоялась пауза, и вы не знали, как к этому относиться. Или это тот человек, с которым вы познакомились недавно, и вдруг он проявит интерес к вашей персоне. То же самое может произойти и с вами, мои дорогие козероги. Это вы где-то проявите интерес к какому-то человеку, который, ну вот вы, может быть, проанализируете, и чем-то он вас словно так вот зацепит, да, душевно, эмоционально. Когда захочется дружить или познакомиться поближе, кто знает. И дальше, это на этом тоже не останавливается, 24 числа. Ваш знак, мои дорогие, Венера входит. И у нас получается два гендерных знака, Марс и Венера в вашем знаке. А ваш знак – это статусный знак, мои дорогие, поэтому смена статуса для кого-то может быть. Может быть, это вот именно через личную жизнь. Хотя, конечно, Венера – это не только про любовь, это еще вопросы финансов. Поэтому продуктивный месяц, январь. Но у кого-то и в личной жизни вот такая удивительная метаморфоза, как предложение руки и сердца, как с вашей стороны, так и со стороны какого-то человека по отношению к вам к концу января, тоже может проиграться. Ну и, наверное, дважды Плутон 21-го, как раз перед вхождением Венеры, словно уже расчистил путь, сделал все, что мог в вашем знаке, и он переходит в Водолея. Поэтому нет преград. Ну, давайте узнаем, что думают карты. Это я вкратце о планетарных событиях периода января. Первую карту мы достанем, что для вас будет в приоритете фон января, если мы говорим, что по судьбе. Или ваше настроение, мои дорогие. Или что важно знать, может быть, с такими судьбоносными переменами. Неожиданности января. Те неожиданности, что по судьбе. Сюрпризы по судьбе, мои дорогие козероги. Достанем карту вашей действия. Спросим, в каков результат. И достанем карту совет. Давайте будем узнавать. Ну, тут все то, о чем мы мечтаем. Или самое лучшее, что может быть. Праздник после победы, называю я так эту карту. Четверка жезлов. И тут, правда, четыре жезла представлены, как четыре столпа. Как надежность, как опора. И вот уверенность в собственных силах. Ваша сильная позиция. Когда вы прежде что-то сделали очень правильно. Конечно же, злые дела работы, бизнес, деньги. Больше энергия об этом нам говорит. Но, тем не менее, на этой карте у нас изображена семья. Поэтому, правда, у кого-то и вопросы личной жизни. Все будет важно. То, что имеет основу своего или вашего благополучия. Если то, что вы себе планировали прежде какой-то период, здесь, правда, в январе, как будто осуществить желаемое у вас будут возможности. Но сама по себе карта праздника, значит, как минимум в одной сфере жизни. Чего-то вы добиваетесь. И этот самый, как и праздник, радость, приятные эмоции, они вам обеспечены в январе, мои дорогие. Давайте посмотрим в неожиданностях. Но вы словно под патронажем высших сил, и нам ангел трубит о возрождении. Эта карта еще и говорит, что ваши ангелы-хранители желают вам добра и наблюдают за вами. Карта избавления от боли, карта избавления от страданий, от какого-то тягостного предыдущего периода. И, правда, для кого-то из вас 20 лет нахождения в вашем знаке Плутона это было время испытаний. Особенно, наверное, для тех, кто человек еще достаточно молодой. Лет 25-27. В момент вхождения в ваш знак Плутона вы еще были достаточно, ну, детский возраст. Вы не могли тогда оценивать объективно обстановку. А вот самые важные годы становления, они как раз на действие Плутона для вас и пришлись. И вот ваше поколение, мои дорогие козероги, это поколение сильных людей, которые выросли как раз в какой-то обстановке противостояния. И в последующем вот как раз для вас открываются особенно, наверное, те перспективы, когда вы будете себя узнавать заново. Это как возможность карьеры, наверное, благодаря вашей где-то настойчивости, умению и желанию трудиться. Да, все-таки, давайте будем откровенны, без труда у нас ничего не получается. Без настойчивости мы не осуществляем свои планы. И вот вас Плутон дважды как будто сделал сильнее, настойчивее, трудолюбивее. И поэтому последующий уже период, который как раз снимаются вот эти ограничения, какая-то тяжесть, вы можете почувствовать словно второе дыхание. И вот эта репетиция генеральная пока был Плутон в вашем знаке. А вы прожили серьезную веху своей жизни, то вот теперь с выходом Плутона из вашего знака, это правда у вас словно крылья за спиной могут вырасти для вас. Ну, весь мир в других красках заиграет, я не побоюсь этого сказать. Поэтому я и говорю, что ваше поколение, это поколение будет сильных людей. И это для вас открывает огромные, мои дорогие козероги, молодые, для вас открывает огромные возможности. Ну и, конечно, для всех тоже это каким-то образом проигрывается. Так или иначе, больше легкости, мои дорогие, после того, как Плутон покинет ваш знак. И вот, наверное, избавление от боли, избавление от страданий, избавление, может быть, от тягостных мыслей. Или когда я прикладывал усилия о елке-палке, ничего не получалось. И такое тоже могло быть, но это все уже закончилось. И теперь перед вами только новые перспективы. И в январе как раз вот это пороговое значение вы проходите. Все человечество с вами проходит, но вы это ощущаете наиболее остро. Давайте посмотрим сюрпризы. Вот понимаете, насколько вы прочувствуете какой-то душевный подъем. Как у меня сейчас вся жизнь с чистого листа. Или моя жизнь, я словно художник, и передо мной чистый холст. И то, что я сейчас захочу создать. Или то, что я хочу как будто нарисовать эту картину. И в последующем, ведь это на самом деле может исполниться. Потому что Плутон у нас в знак Водолея переходит. А Водолей это новатор. Это из, ну где-то иррационального. И в последующие 20 лет мы не раз убедимся, что иррациональное как раз более чем реально. Поэтому мечтайте, мои дорогие. И мечты имеют очень хорошую особенность сбываться. Ваша карта в сюрпризах нет как неожиданностей каких-то со знаком минус. Нет каких-то сюрпризов, которые, знаете, имеют двойственную основу. Ваша карта говорит, что у вас все под контролем. У вас сильная позиция дважды, мои дорогие козероги. И любой ваш план может быть осуществлен. Но все-таки вот поскольку страшный суд у вас выпадает в неожиданностях, это и есть те возможности, которые придут не совсем так, как мы планируем. Поэтому будьте очень внимательны. Если вам, словно судьба вселенная, открывает какой-то путь, обязательно попробуйте себя в новом деле. Ведь как раз по 20-му старшему аркану нам говорят, забывай прошлое. Отчасти не оглядывайся назад, не делай что-то по прежнему шаблону. Он уже не будет работать. А вот как раз ваши планы, может быть, в каких-то новых условиях будут получать развитие. Вы сами останетесь довольны январем. Ваши действия. Смена статуса. Правда, у кого-то проиграется вот эта планетарная метаморфоза, о которой я говорила еще до карт. Смена статуса. Это вообще карта нового я. Когда я вижу новую реальность, когда я чувствую собственные силы, и когда я знаю, для меня нет ничего невозможного. И эта карта власти у кого-то может проиграться, как получение новой должности, новые возможности по бизнесу, или просто начать свое личное дело. Мои дорогие, это будет для кого-то из вас дважды, трижды важно, потому что, ну, наверное, вашему знаку будет под силу, ну, вообще какие-то новые вехи создать, или, может быть, что-то, даже пусть для самого себя или самой себя сделать, что-то совершенно в другом контексте, в другом ракурсе. И изобилие процветания для вас более чем реально в последующие годы, мои дорогие козероги. Для кого-то из вас, может быть, девочки мои дорогие, правда, вот в этот январь вы узнаете, что я жду ребенка, все-таки здесь у нас семья, и у кого-то это могут быть, как мы решим наши отношения уже теперь узаконить. Эта карта власти еще может говорить о том, что вы вообще где-то будете влиять на людей. Люди будут за вами отчасти наблюдать, может быть, за вами равняться, могут обращаться к вам за советом. Будьте внимательны. Если вы в центре внимания, чаще всего и спрос бывает больше. Поэтому по карте императрицы есть такой момент, что императрица не сделает ничего себе во вред. Она скорее будет великим дипломатом. Почему вот эта власть, она достаточно добрая? Нет какого-то жесткого воздействия. Она скорее найдет тысячу и один способ обойти острые углы, но так или иначе решить какой-то свой вопрос. Поэтому, если мы говорим ваши действия, да нет ничего невозможного. Главное оставаться вот в этих мягких, добрых энергиях. Власти, мои дорогие козероги. Ваши действия. Правда, у кого-то может проиграться. Я жду ребенка. Мои дорогие девочки. Две карты. У кого-то это может быть ваше действие. Не торопитесь, нам еще говорит карта. Учись слушать свою интуицию. Сам по себе период. У вас выпадает 20-й старший аркан. А когда старшие арканы, это на неожиданности. Значит, к нам приходят те события. Они словно происходят извне. Они на нас воздействуют. Может быть, это события в жизни других людей. Но, значит, каким-то образом вы, взаимодействуя с ними, и вот события пересекаются в каких-то гранях с вами тоже. И вам, может быть, придется либо откликаться на что-то, или директировать свои планы. К примеру, если у кого-то из вас, как у вашего партнера по браку, или, может быть, партнера по бизнесу, тоже меняются планы. Поэтому не торопитесь. Вот то, что к вам приходит на порог, или ваше информационное пространство, в зависимости от этого будут и ваши действия. Но сначала все продумываем, чтобы себе не навредить. Вообще, я бы сказала, неспешный период жизни. Хотя по 20-му аркану могут быть какие-либо и ускорения. Но вам как будто все во благо, с новым статусом, с новым, ну, как видением с тебя самого, ощущением своей собственной силы, своей собственной значимости. Шикарное время, мои дорогие козероги. И с избавлением от страданий, от боли, от разочарований, от предательства. Вы, наверное, научитесь, если было в жизни кого-то предательство, отпускать вот этих людей вместе с их негативом. Совет от карт. Я называю туз мечей, выход из лабиринта. И все, что мы вот с вами сейчас говорили, это действительно своеобразный выход из лабиринта. Какая-то прежняя история никогда не повторится. Закрывается словно путь, ну, как врата Вселенной. Как будто назад нам говорят, не оглядывайся. И вы теперь уже точно будете знать, чему уделять внимание. А что для вас, как будто не важно. Кто в вашем ближайшем окружении будет в ближайшее время? А кого вы словно вычеркните из жизни? Вы с чем-то определяетесь в период январский для себя, ну, как основа основ. И, скорее всего, это будет иметь значение от мелочей каких-то до крупных проектов на последующие месяцы 2024 года. Можно расценить и эту карту как ноу-хау, для кого есть желание оформить, начать свое личное дело. Видимо, в январе вы будете точно знать, какие документы собрать, с кем провести согласование или с чего я начну, каков будет мой первый шаг. Ну, наверное, что бы вы тут ни задумывали. Тут действительно праздник после победы состоится. И наперед вы уже знаете, как будут развиваться события. Слушайте свою интуицию. Она обостренно будет вам подсказывать правильное как направление, так и ваши правильные действия к изобилию, процветанию, к изменению вашего статуса, к осуществлению ваших планов и проектов. И также к тому, чтобы быть, знаете, хозяином собственной жизни, судьбы. Не быть на вторых ролях, когда вы ожидаете чьих-то указаний, мои дорогие, нет. Пора выйти на авансы, но, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя чудесный расклад. И правда, и планетарно где-то совпадают такие энергии. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.